Отправляемся в водорослевый лес. Тут такой трамплинчик. Как неудачно он нырнул. Следуй за морским коньком. Идти по тропинке, а в эту сторону некуда идти. Идем, значит, по тропинке. Пойдем за ним. Туда, сюда направление пишут. Выйти из водорослевого леса и туда. Спасибо, что помог выбраться, дружище. Эй, а ты не хочешь сняться в фильме? Животные актеры иногда становятся настоящими звездами. Отлично. Осталось научить тебя говорить. Нанимаем всех подряд, короче. Что за жуткий фильм получится. Раскопки. Здесь туристы какие-то. Фу, непросто сюда попасть. Еле выбрался из этого водорослевого леса. Хорошо, хоть вообще выбрался, парень. Да ты бы знал, что там творится в этом лесу. Спасибо. А вы тут что делаете? Ну, мы ищем одну бесценную вещицу. Ватой изобрели сюда. На раскопке. Ну да, кое-где приятель, на нее дикий спрос. А с чего вы решили, что вообще тут что-нибудь есть? Сюда сам летучий голландец примчался на поиски. Я видел его корабль буквально в двух шагах отсюда. А раз он за это дело взялся, тут и думать не надо. Клад ищи. А где искать, вы уже знаете? Так, а вот карта-то как раз таки у нас есть. Сейчас возьмем еще у них компас и сами разыщем кладку. Выбраться по светящемуся канату. А что нам нужно, может, соединить? Я знал, что у меня получится. Ты шутишь, что ли? А где ее надо использовать? Хм, этот светящийся зеленый канат выглядит вполне безобидно и интересно. Куда он ведет? Я бы не полезла. Так, зайти на носовую часть, на кампус. Ну, на нос сходим. Здравствуйте, вы не подскажете? Кто посмел зайти на борт? Ух ты! И как это у вас такое эхо получается? Ты не боишься говорить с призраком? А вы огнем не плюетесь? Ээээ... нет. Когда научитесь, будет в сто раз страшнее. Ну, все, хватит. Ну, чего тебе, а? Некогда мне на тебя свою вечность тратить. Думаешь, если есть вечность, то и торопиться некуда? А что вы тут делаете на палубе? Ну, сегодня вторая суббота месяца. А значит, мой черед тратить палубу. Ну, вот беда. Швабра моя куда-то делась. А еще я должен отпугивать всех, кто подойдет к кораблю. Мне почему-то кажется, вас еще не скоро повысят. У нас как раз для тебя швабра есть. Как мне попасть в каюту капитана? Есть у меня ключ, но капитан сейчас занят и просил его не беспокоить. А если он узнает, что я еще не надраил палубу, полетит моя душа в черную безу. Звучит не слишком заманчиво. Не то слово. Ой, что это? О, нет. Эй, куда же вы? А! Бунт на корабле. Свистать всех наверх. Все по местам, а я побежал за эктоплазменной ловушкой. Мини-игра про призраков. Щелкни левой кнопкой, чтобы включить ловушку. Отстреливай каждого пирата-призрака. Так, чтобы он поменял цвет. Схватить его нужно. Вот что, тут в правой кнопке мышки побежать. Уврачивайся от зеленых сгустков. Ладно. Уворачиваемся. Так, этого мы не смогли поймать. Вот он. Так. Ну какая-то довольно странная игра такая. Сколько их тут надо набрать, интересно. У нас заканчивается время, кстати. Затем я уже не побегу. Ой! Ну вот и победа. Я 9 раз задела эктоплазму. И появился такой губка-боб. Можно поиграть в эту мини-игру. Попробуем дать ему швабру. Травить! Готовься! Ха! Лучшей швабры я еще не видел. Вот тебе ключ. Сразу такой сдал капитана. Бери, раз собрался к капитану. Но предупреждаю, с чужаками он не церемонится. Особенно с живыми. Я набираю актеров для фильма. Вы не хотите попробовать? Для фильма, значит. А можно я буду пиратом? Ну что ж, можно, если вы не боитесь всю жизнь играть одну и ту же роль. То есть не жизнь, а... Посмотрим, что на это капитан скажет. Пойдем, что ли, тогда к капитану. Ключ раздобыли. Поговорим с ним. Заперто? Ну а должен же я сказать капитану, какой у него отличный корабль. Сейчас откроем. Так, реквизитик прихватим. Загонить на койки. Какие уютные постельки. Ну да уж. Загонить на койки! Простите, вы капитан корабля. Он самый, клянусь твоим чёрным башбаком. Я капитан этой дьявольской посудинной Самым жуткого корабля Семи и морей. Летучий колландец! Именно так, приятель. И что за герой посмел сумыть нос в мою каютлу? Губка Боб? Квадратные штаны. Ну, мистер квадратный портки, ваше последнее слово перед тем, как присоединиться к моей призрачной команде. Вы, кажется, чем-то недовольны. Что-то не так? Да, не так, морской щенок. Вообще-то я морская губка. Молчать! Давным-давно, где-то здесь, я закопал одну драгоценную вещицу. И вот я возвращаюсь за своим любимым обеденным носком и разрази меня скат! Забыл, где я его спрятал. А что такого особенного в каком-то старом носке? В каком-то? Да я и шарю тебя на этом самом месте! Мой обеденный носок. Единственное, что закрывает мне ноги, когда я сажусь есть. И теперь я голоден, как десять тысячаку. Я и злой такой, потому что не могу прилично поесть. И вы правда сделаете меня членом вашей команды на веки вечные? Видишь ли, это часть моего призрачного договора. Нет-нет, я вовсе не собирался уходить в пираты. Ну тогда придется тебя отправить в черную песну. Ну ладно, ладно. У тебя пять секунд, чтобы убраться в освоясье. Или берегись! Нет, зачем он закопал свой носок, если без него он есть не может? Странный, конечно. У меня есть карта, нужно найти ему этот носок. Где-то тут, вот, сойти с корабля. Так, ну что, у нас есть карта. Все-таки, я думаю, ее нужно отдать туристам. Хотя он почему-то не дает ее им. Эврика, пошли скорее копать! Нашли! Итак, вот он. Великолепный, потрясающий! Что? Старый носок? Эй, что это за ерунда? Неужели мы все время искали старый вонючий носок? Вот, держи, парень. Если уж кто и заслужил этот бесценный приз, так это ты. Такой носочек. Ого! От него, кажется, даже пиратским башмаком пахнет. Отличненько! А сейчас мы этот носок отдадим летучему голландцу. Зелененький такой корабль. Ну вот, матрос у него только один. Не знаю, где у него вся команда. Здесь только капитан и один матрос. Держи. Это, случайно, не ваш обеденный носок? Чума, возьми мою душу! Не сойти мне с этого места! Это же он, мой носочек. Теперь я, наконец, могу поесть. Ура! И я так голоден, что, пожалуй, начну с тебя. Что? Эй, не шуми, приятель. Шутка эта, пиратская шутка. Ты вернул мне обеденный носок, и теперь я в долгу перед тобой. Я выполню три твоих желания. Проси, о чем хочешь. Ух ты! Три желания! Кажется, я знаю, что попросить. Снимись в фильме. Все, я готов загадывать. Ну так давай, не торчать же мне тут целый день. Эй, может, не будете меня торопить? Ну ладно, думай, сколько хочешь. И еще два желания. О, нет! Хотел бы я научиться держать язык за зубами. Я и не думал, что ты попросишь. Еще одно желание. Ешь, морской! Я хочу, чтобы вы снились в фильме новые приключения морского героя и очкарика. Хуже голодания может быть только телевидение. Да будет так. Твое желание будет исполнено. Готово. Так, ну что у нас остались за задания? Сэнди. Потом мороженое древнему губке Бобу и приготовить коктейль. Так, ну пойдемте-ка сходим мы не знаю, к Сэнди. Где оно? Я, мне кажется, что-то здесь упустила. Орешков нигде я не могу для нее найти. А шоколад есть. Еще раз осмотрим всю территорию. У Сэнди должны быть орехи, она же белка. Такой звук, как будто в туалете воду смыли. О, а теперь можно идти. Так, продолжайте осматривать. К столу мы ходили, к дому ходили. О! Интересно, что тут у нас? А вот это я и не видела. Ну точно. Вот такой вот у нее сундучок здесь стоял с орехами. Соединяем. Я знал, что у меня получится. Пропустила я это в самом начале. На уже свои орехи. Ни за что. Ты принес орешки в шоколадной глазури? Я без них сохну, как цветок без воды. Принес? Ой, не верю своему носу. Фу, прямо то, что доктор прописал. Ну как, полегчало? Да, губка Боб, прости, что я так странно себя вела. А, ерунда. Не спорь, за мной должок. Сэнди, мне поручили найти актеров для новых приключений морского героя и очкарика. И я очень хочу тебя пригласить. Для тебя что угодно. Но с чего ты взял, что у меня получится? Да ты что? Только великие актрисы впадают в такие безумства. Ну ладно, придется спасать твой фильм. Отличненько. Теперь осталось разобраться с качком. Сейчас мы посмотрим.